На библейский портал Экзегет пришел следующий вопрос. Простой по звучанию, но тяжелый в исполнении. Как бороться с чувством зависти? Как говорит один грешник, мучающийся в аду, в божественной комедии Данте Легери «Так завистью кипела кровь моя, что если было хорошо другому, ты видел бы, как зеленею я». А ведь ад по смерти есть не что иное, как продолжение живущего в аде в земной жизни человека. Ибо ад по смерти — это состояние души человеческой, это то, что внутри ее, а не вне ее. Если здесь ты в аде, то и там ты в нем. И зависть — это одно из самых ярких адских качеств. Ведь мы как живем? Хорошо, когда у меня все есть, но плохо, что у меня меньше, чем у соседа. Хуже, меньше, вот. Надо стремиться к большему. Это еще белая зависть. А если уже не получается, приобрести что-то больше. Ух, чтобы у него все сгорело. Не так плохо, что у меня корова сдохла, как плохо то, что у соседа живая. Правда ж? Бывает такое? Бывает. Чувство ужасное. Оно тебя раздирает изнутри. Не приносит никакой пользы. Вообще. Никакой. Только вред. Тебе так хочется, чтобы у человека, у которого что-то получается, чтобы все у него перестало, чтобы он под автомобиль попал, чтобы все пропало, все сгорело, чтобы болел он долго и бесконечно. Особенно, если это наш близкий друг или знакомый, одноклассник, коллега по работе. Ты так старался, ты трудился, а ему весь почет, и тебе ничего. Обидно, завистливый ты. Вроде ничего плохого он тебе не сделал. Просто трудился и учился в пять раз дольше, чем ты, допустим. Жизнь положила свою, чтобы достичь каких-то целей, которыми ты хочешь достичь, палец о палец не ударив, или едва-едва приложив некоторые усилия. А у него получилось, и нам завистно. Мы еле-еле поздравляем. Разделить радость с кем-то. Ой, как тяжело. Соскорбеть и сострадать, и сожалеть. Мы готовы сколько угодно. Проливать слезы с проливающими слезами. Мы готовы. Ой, как жалко. Ой, сочувствую тебе. Ой, про себя думаю. Как хорошо, что не у меня это все произошло. Нам легко сострадать. А сорадоваться радости тяжело даже у самых близких друзей и родственников. Это адское состояние. Как его избегать? Во-первых, как я уже озвучил, все-таки стараться использовать его, это чувство, как мотивацию к большему старанию. Больше учиться, больше трудиться. Видишь, получилось, у человека, который ты человеком не считал, у тебя уж тем более получится. Правда же? Если уж на то пошло. Давайте, используйте это качество, это чувство, как мотивацию к большим достижениям, к большему труду. Если оно все равно тебя съедает, беги от него. Мы не велики подвижники благочестия, чтобы вот сейчас бороться какими-то контраргументами с этим качеством, с этим чувством. Беги. Приходят это мысли. Скажи, Господи, благослови и его, и меня. Господь посылает, как вы слышали, священное писание, дождь и на грешников, и на праведников. Бог нелицеприятен. Еще много чего интересного, говорит Господь, послушайте, что говорит послание апостола Павла Галатан. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Это тоже заповедь. Не меньшая заповедь, нежели не убей, не прелюбодействуй, не укради. Не завидуй. Это заповедь. Премудрый Соломон пишет, кроткое сердце – жизнь для тела, а зависть – гниль для костей. Это уже при жизни гниль. Смеешь и страдаешь. В другом месте он пишет, да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем. Страх Господний, с точки зрения лексики Ветхого Завета, является некоторым аналогом совести, некоторым уважением Господу Богу, старанием исполнить его заповедь. Пусть не завидует сердце ваше, беги от этого чувства, которое приносит только вреда, ничего кроме вреда. Дьявол по толкованию большинства святых отцов стал таковым. Именно из зависти. Одни отцы говорят из гордости, другие из зависти, но в целом они друг с другом не спорят. Эти два качества, которые Деницу, ангела света, соделали противником Божиим. Зависть к роду человеческому, к тому, что человеческая природа может вместить Бога. Ангельская нет. К тому, что вот эта песчинка на забытой планете, одной из множеств, миллиардов, по образу Божьему создана, что он может быть ближе к Богу, нежели ангельская природа, что может вместить в себя Бога, в утробу даже свою, как Пресвятая Дева. Говорят, зависть к роду человеческому Деницу соделала сатаной. Не уподобляйтесь сатане, не следуйте за ним, не завидуйте другим людям, никому не завидуйте. Вообще само это качество, оно делает вас бедными. Чем больше ты считаешь чужие деньги, тем меньше становится своих собственных. Это такой вот своеобразный закон бытия, если хотите. Поэтому, если хочешь жить богато, в комфорте, в уюте, перестань завидовать. Перестань. Не запускай этот механизм обеднения. Чем больше ты завидуешь другому человеку, тем больше ты беднее станешь впоследствии. Гоните, вот уже хотя бы страстью стрибролюбия, страсть зависти. Потом, может быть, и с ней как-нибудь поборетесь, хотя она тоже весьма-весьма сложна, именно ибо через эту страсть Иуда пал. Не был бы он вором, не предал бы спасителя. В общем, со всеми страстями надо бороться. Нельзя и одновременно, с каждым по чуть-чуть, не по очереди, потому что, если ты будешь лежать пьяный в луже, говорить, я борюсь со страстью тщеславия, то подвижнее благочестие из тебя такое себе. Так что, друзья мои, хотите быть счастливыми? Не завидуйте. Избавьтесь этого качества. Это можно, это доступно, это легко, с Божьей помощью. Скажите, Господи, не могу, сил моих нету, не хочу завидовать, а завидую. Помоги мне. И Господь на этот крик души откликнется и вспомоществует тебе. Храни вас Бог. Пусть Господь оградит нас от всех пагубных страстей и не ведет нас в искушение. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok